Вы знаете, ребята, мне приходит много писем от разных представителей ислама, разных национальностей. Пишут, Михаил, мы увидели вашу позицию по поводу перспективы строительства такой огромной мечети в Москве. И вот ваша позиция такая, мол, типа, неужели мусульмане не имеют права и так далее. Вы знаете, я вам так скажу, ребята. Чеченцам и дагестанцам, например, им хватает мечетей. У них в регионах много своих мечетей. В Чечне вообще какая мечеть? Давайте рассуждать объективно. Огромная, красивая мечеть. Но суть в том, что данный проект, он как раз таки направлен на представителей миграции. Представителей республик Средней Азии. Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Хотелось бы вот что сказать. Если вам так сильно нужна такая огромная мечеть, и это лоббируют в итоге, то она есть у вас дома. У вас дома много мечетей. Мало того, там еще и на вашем родном языке разговаривают. Ну вообще же прелестно. Просто кайф. Поэтому езжайте домой. А если вам так необходимо находиться в Москве, то моя земля, мои правила. Все же просто. Численность мусульман в Москве составляет более трех миллионов человек. Это больше, чем в любом европейском городе. А мечетей в Москве для этих людей теперь, внимание, только четыре. В праздничные дни мусульмане вынуждены бывают молиться на улице и в дождь, и в слякоть, и в морозную погоду. Для сравнения. В Чечне живет только 24 тысяч христиан, а для них построено 8 церквей. Например, в Лондоне тоже примерно 3 миллиона мусульман. А количество только огромных мечетей достигает около 60 и более. А если учесть маленькие мечети и молельные дома, то их количество достигает 350 и более. Так что, если спросить у русских, то мусульмане могут и должны умирать за русский мир. А вот строить мечети мусульманам нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok